Лучше всех видит глаз зависимых. Все революции были совершены из-за зависти. Первым революционером был Денисов. Это они хотели, чтобы людям стало легче жить? В имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, неумолимо приближается Великий Пост, и это нас радует, потому что нам, знаете, как бы, вот как стаду Господнему, да, нужны какие-то вот загоны, какие-то вот ограждения. Вот здесь мы гуляем по траве, все, что хотим, кушаем, да, а вот здесь вот загоны, вот здесь мы будем двигаться так, как вот нам церковь говорит. Ну, я надеюсь, что так будем двигаться, как наши пастыри говорят. Сегодня мы, как все эти дни Мясопустной Седмицы, читаем Евангелие о страстях Христовых, и сегодня вспоминается эпизод, когда его приводят к Понтию Пилату. И Понтий Пилат, поняв, что Иисус Христос невиновен, пытается все же кинуть, так сказать, спасательный круг иудеям. Говорит, давайте, поскольку праздник, я должен кого-то вам из преступников отпустить, давайте я отпущу вам Иисуса. А альтернатива был еще разбойник, убийца Варава. Варава. И иудеи все хором кричат про Иисуса, распни его, а дай нам Вараву. Еще раз пытается Понтий Пилат это сделать, спасти невиновного Иисуса, потому что, как написано в Евангелии, он понимает, что архиереи это сделали из зависти. Однако иудеи стоят на своем. И тогда Понтий Пилат умывает руки. Об этом сегодня не говорится в нынешнем Евангелии, но в других отрывках об этом говорится. Умывает руки. Его большой грех в том, что он умыл руки, а никак военачальник не настоял и не спас невиновного. Даже если он не соображал, не понимал, что это Мессия, Бог и так далее. Это был невиновный человек, и он это прекрасно понимал. Однако подался на веление, на требование толпы. А толпу завели архиереи. А архиереи, как было уже сказано, руководились завистью. И вот позавчера на пропаде я вам предлагал варианты грехов и говорил, какие из них страшнее. В нашем ранге человеческом, который мы расписали грехи, зависть, наверное, стоит не на первом месте. Ну, зависть. Ну, подумаешь, никого же не убил, не пролюбодействовал, даже не украл ничего. Просто потом позавидовал. Ну, подумаешь. Оно же и в заповедях десятой стоит, да? А нужно просто призадуматься. Именно зависть зажгла огонь ада. Адский пламень был зажжен завистью. Прекрасный, красавец, любимчик Господа, Деница, который был почти равен Богу, но не мог быть ему равен только потому, что это Творец. И вдруг из зависти, что он не такой, он начинает свое черное дело и теряет свои блестающие, роскошные одежды и становится тем, кем он стал. Возненавидел Творца. Но что он ему может сделать? Что может сделать Творение Творцу? Что может сделать Буратино Папе Карло? Да ничего. А Папа Карло может его порубить и сжечь, да? Потому что он его Творец. И когда мы с вами становимся от ненависти аж красными и не можем ничего сделать от человека, который сильнее нас, что мы делаем? Даем подзатыльники тому, кто слабенит, да? Чтобы, так сказать, сорвать свою злобу. Что делает Деница? Уже не Деница, уже Сатана. Что делает он? Господь сотворяет человека по образу и подобию своему. А Сатана ненавидит этот образ и подобие. И ненавидит вначале то, что было, про зависть, простая зависть, казалось бы, невинная. Ну, подумаешь, зависть. А он уже ненавидит. И что он делает? Он огнем зависти зажигает и про отцов. Ну, что ты его слушаешь? Ты же такой, как он. Ты же можешь стать таким, как он. Да возьми ты этот плод, этот яблоко в простонародье, да? Возьми его, съешь. И Адам с Евой изгнаны из рая посредством той же зависти. И в прах превратишься ты, говорит Господь. И этот прах хочет увидеть Сатана. Ему мало того, что казалось бы, все, успокойся, ты же уже помог изгнанию Адама и Евы из рая. Что еще тебе нужно? Нужно увидеть этот прах человеческий. То, во что человек теперь превратится. Ну, возьмись за Адама. Вот же он перед тобой. Он же тебя послушал. Нет. Сатана ищет еще страшнее. Он заражает духом зависти Каина, сына Адама. И Каин убивает своего брата. Казалось бы, Сатана, ты хочешь увидеть смерть человека? Первого человека смерть. Ну, сделай ему какую-то естественную смерть. Или даже случайную. Ты же можешь камень толкнуть. Гориста местность. Израиль. Убей его. Нет. Нужно сделать так, чтобы сын образа, подобия Божьего убил другого сына. Это когда мы с вами кому-то начинаем завидовать. Давайте вспомним эту историю. Давайте вспомним, что зависть зажгла адский пламя. Если разобраться, вот что такое зависть, да, ну вот у нас есть семь смертных грехов, да, это как бы вот гидра было такое мифологическое чудовище, гидра о семи головах, да, вот у нее были семь голов, вонючие там очень, это самое, и очень страшные. И вот это вот наши грехи, вот эти семь голов. И вот там есть там блуд, там есть чревоугодие, да, там, среболюбие, и есть зависть. Но если мы вот так вот проанализируем эти грехи, то зависть как-то стоит немножко особняком. Ну, во-первых, вот эти грехи, они ищут какую-то выгоду, да. Ну, допустим, блудодей хочет ублажить свою плоть. Среболюбие, естественно, хочет побольше денег, там, чревоугодие, хочет вкусно покушать. Какую выгоду получает завистник? Зависть какую выгоду дает человеку? А никакой. И если те грехи, в конце концов, могут немножко себя, так сказать, удовлетворить в свои потребности, да, блудодей сделал свое дело, и все, он уже спокоен, все, он уже доволен. А если много этого дела сделал, то еще и присыщен даже, да. Так же, самочревоугодец тоже, если он там покушал хорошо, а если слишком много, то уже даже присыщен. Ну, с революбцией присыщены не бывает, но заключив хорошую, выгодную сделку, получив хороший кусок денег, он довольно очень удовлетворен. найдет. А завистник никогда не бывает довольным, никогда не бывает удовлетворен. Написав на соседа кляузу, донос, соседа пришли, забрали, арестовали, он найдет себе другой объект, потому что зависть, она, как и адское пламя, она неугасима. Она, низко, может чуть-чуть меньше, как бы, притухать, потом опять разгораться. Зависть погубила очень много людей. Очень много людей погубила. Она не просто приносит вред тому, кто завидует, но и тем, кому этот человек завидует. Была такая история. В Греции, в Афинах жил такой философ, язычник, Леонтий звали его. И были у него двое детей, сын и дочь. И вот он еще, когда был живой, составляет завещание, в котором все свое имущество отписывает сыну. И когда его спросили, как же так, ну почему же, ну у тебя еще дочь, и сын сказал, дочь пусть довольствуется тем, что у нее есть. Ну и вот после этого Леонтий умирает через какое-то время. Ну, соответственно, дочь, увидев, что ей ничего не достается, но она знала о решении отца. То есть это как бы одно дело, когда бы, допустим, вот он умер, а она не знала и думала, что вот, может там брат что-то там сделал, не то, да, завещание как-то там фальшивое сделал или что-то такое, или заставил отца это сделать. То есть здесь она знала, что отец так вот принял такое решение. Ну и она из зависти, что все богатство осталось, ну какое там богатство, не такое же, ну все имущество досталось брату, она из этой зависти решила, ну что тогда в то время нужно было делать, только пожаловаться императору. И она едет в Константинополь, звали ее Афинаида, она приезжает туда, и поскольку она была очень изящна умом, была очень красива, была очень изящна своей фигурой, была очень умна, она была тоже философом. И поскольку ей пришлось ждать, потому что у императора в то время, да и сейчас не так просто попасть к императорам, это надо было ждать месяц, два, три, полгода и год. И вот она живет в Константинополе, и как все, так сказать, умные люди, их не так уж много было образованных людей, их всех притягивало друг к другу, и вот сестра императора, император был Феодосий-младший, сестра императора Пульхерия знакомится с этой Афинаидой, подружилась, полюбила ее как умного человека, образованного, как собеседника, и убедила ее стать христианкой. Афинаида принимает христианство под именем Евдокия, и Пульхерия знакомит ее со своим братом, императором Феодосия-младшим. Феодосий в нее влюбляется и женится на ней. Вот то, о чем говорил отец. Пусть пользуется тем, что у нее есть. Отец оставил ей богатый наследство, красоту, фигуру, ум, изящность. Он понимал, что она не пропадет, что она будет, что она выживет в этом мире и будет богатой без ее денег. Ну, а брат, очевидно, был таких средних, так сказать, способностей. То есть, отец понимал, что его имущество не погибнет, то есть, он не расточит его, но и без него он не поднимется, не станет на ноги. То есть, отец очень разумно рассудил. И вот она становится женой императора. И ей уже, как бы, показано, да, что вот, вот, не нужно было завидовать, нужно было просто продвигаться вперед, и ты была бы и без этого, без этого зла. И вот так же, как из зависти она поехала сюда и стала богатой, так же она и терпит поражение от зависти. Ей позавидовали. А она в то время, ну, как бы, когда прогулки, она гуляла, и там был еще один очень умный человек, тоже философ, и они любили вдвоем прогуливаться по парку и беседовать на разные отвлеченные темы. Император об этом знал. И когда ему донесли, что она изменяет ему с этим человеком, он ему сказал, посмеялся, да и все. Ну, вот, случай. Принесли императору много фруктов, и он выбрал самое красивое яблоко. Опять яблоко. Выбрал самое красивое яблоко и отправил своей супруге. Когда ей принесли это яблоко, она посмотрела на него, ну, она же не голодная была все-таки, жена императора. А в то время этот друг философ заболел. И она, зная, что он заболел, она сказала, передайте ему туда это яблоко, чтобы он там подлечился, витаминчиков покушал. И надо же было в тот момент император, как друг этого философа, тоже решил проведать этого философа. И он приходит к нему и видит яблоко, которое он послал своей супруге. И он приходит к ней и спрашивает, а где это яблоко, которое я тебе послал? И, о, женщины, о, женщины, десять раз подумайте, прежде, чем отвечать ложью. Десять раз подумайте, потому что нет лжи во спасении или просто какой-то лжи, чтобы облегчить себе жизнь. Еще хуже будет. Она сказала, я его съела. Император тут же послал стражников к тому вообще ничего не подозревающему, ни в чем не виновному человеку-философу. Ему отрубают голову, а Евдокию до конца своих дней отправляют заслание на какой-то там остров, чтобы она там доживала. Свой век. Завистью она была вознесена, но в урок себе. И в тот же урок она с завистью была погублена. Вот такая вот штука зависть. Говорил Иоанн Златоуст, если мы будем завидовать друг другу и вооружаться друг против друга, то нам никакой дьявол не нужен для того, чтобы погубить себя. Вот что такое зависть. Одного мудреца были, спросили, скажи, мудрец, какой глаз видит лучше. Карый или голубой, мужской или женский, там, я не знаю, охотника или воина. Он сказал, лучше всех видит глаз завистника. Это действительно так. Завистник через трехметровый забор видит, что творится у соседа. Раз побывал случайно в том дворе, он не просто увидел все, он даже запомнил, где что лежит. И приходит, потом смотрит, дай мне там бензопилу. Он говорит, у меня нет. Как нет? Она у тебя там лежала в том углу, я точно видел. Это было 10 лет назад, уже бензопила испортилась, и хозяин ее выбросил. Но он помнит до сих пор, что она там лежала. вот такие вот завистники. Зависть сейчас это ее большая концентрация в мире, огромнейшая концентрация. Я даже вот не уверен, что когда кто-то здесь присутствующих или вообще кто-то из нас верующих скажет о том, что он никому не завидует, я буду сомневаться, потому что где-то, как-то, все равно, хоть чуть-чуть, хоть маленькой этим самым, хоть депутатом, хоть власти, да, но мы хоть чуть-чуть где-то вот вожелаем их добра. А ведь эта зависть губит, губит, губит семьи, настраивает брата против брата, сестру против сестру, детей против родителей, родителей против детей, рушит государство. Вот поверьте мне, как историку, ни одна из революций не была сотворена для того, чтобы облегчить жизнь людям. Все революции были совершены из-за зависти, потому что я здесь, а они там. Почему я не там? Я такой же умный, я такой же грамотный, и я могу тоже быть там. Почему у них дворцы, а у меня нет? Первым революционером был Деница. И вот за ним выстроились ряд остальных. Примеры. Я читал о Войкове, знаете, такой был революционер, это после революции 17-го года. Вот там вот эти интеллигенты, Ленин, все прочие, они тоже, что они хотели действительно улучшение жизни людей? Да нет. Зачем это нужно? Они хотели быть власти. И когда они пришли к власти, они начали вот грести под себя невероятно. Вот это же по Огойкове, когда они там в Екатеринбурге захватили власть, первым делом поселились в самой роскошной гостинице. В этом описании было написано, что они, это из архивов документы, что красная икра для них уже тогда была даже это не деликатесом, а это была ежедневная еда, они ее просто поедали, когда Войков сам, который руководил расстрелом царской семьи, после расстрела на его руке, кроме того, что у него так были перстни уже золотые всякие, на его руке был перстень императрицы Александра Федорова. Это они хотели, чтобы людям стало легче жить? То же самое недавно у нас Майдан. Я его не поддерживал с самого начала, потому что видел, кто во главе ее стоит. Это люди, которые постоянно были где-то на вторых, третьих ролях. Или же кому доверили руководить, оно там опозорилось, ничего не смогло сделать, его уволили, и оно после этого начало завидовать дальше и рваться вперед. Ничего хорошего от Майдана я не ожидал, и я был прав. потому что вот все они пришли для того, чтобы убрать тех, кто там стоял в первой эшелоне и стать на их место. Никто не думал о том, чтобы людям стало легче, чтобы права их, демократия, да при том Януковича демократии было больше в десятки раз, в сотни раз. Там было вообще вседозволенность практически было. Что хочешь говоришь, в экономике как хочешь там крутишься и так далее. То есть до сих пор крымчаки вспоминают, вот Украина была, потому что Россия как нормальная страна, это страна, где платят налоги. Украине такого при Януковича не было, да и сейчас там еще гуляй-поле в этом отношении. Вы думаете, вот эти вот Навальные и все остальные, которые, они хотят тоже добра людям? Свобод? Да нет, зависть, я хочу быть там, я хочу быть главным. И все. И вот зависть рушит государство. К сожалению, вот из-за этой зависти вот что творится с Украиной. Не ведитесь на своих завистников, которые здесь в России требуют изменений. Помните, что любая революция, она берет свое откуда-то начало, в начале был сатана, вернее, Деница, первый революционер. И все, кто идет на революции и поддерживает их, вы идете за Деницей. Ну и так оканчивая еще одна притча такая, когда один князь вызвал себе, знали о том, что у него есть два слуги, один среболюбит страшный, а второй завистник. он вызвал их к себе и говорит, требуйте мне, что хотите, но запомните, кто первый скажет, что ему нужно, я второму дам два раза больше. Возможно, кто-то и знает эту кричь. Ну, среболюбит задумался. Задумался, потому что, что попросить? Сто рублей? Не, не, сто это мало, двести? не, не, тысяча, ох, тысяча, а даст? Даст? Ну, сказал даст. А может, миллион просить? Ой, не, миллион, отрубит голову. И вот, среболюбит вот так вот, вот так вот колебался. А завистник, как это? То, что я попрошу ему в два раза больше? Не. Ну, и князь ждал, жладно говорит завистнику, ну, говори ты первый. И завистник говорит, князь, выколи мне глаз. Потому что, тогда, среболюбит выколят два глаза. Вот, что такое зависть. Приближается Великий пост, братья и сестры. И вот, в этом посту, вот, если вы там пойдете за велением тела, да, кто-то там не сможет удержаться и съесть коронные, кто-то из молодых супругов не сможет удержаться от ложи своего супружеского. Все пойму. Но предлагаю вам другое. А давайте-ка избавьтесь или попробуйте побороться с завистью. Знаете, когда-то отец Олег Стеняев, есть такой священник, говорил, когда я к нему подошел, мальчик говорит, батюшка, я хочу поститься, а мне родители не разрешают, потому что они там не сами не постятся и вот готовятся и все скромно. Что мне делать? А отец Олег видел, что этот мальчик постоянно жует жвачку. Ну, очень любил жвачку. Говорит, а ты возьми великий пост не жуй жвачку и все, вот для тебя будет такой пост. И да, мальчик постарал и действительно он весь великий пост не жевал жвачку. И отец Олег потом спрашивает, ну и как? Тебе легко было? Нет, тяжело, так вначале было, сколько слюны во рту было, говорит. Но вот потом потихонечку, говорит, все стало на свои места. Потом давайте, приближается великий пост, давайте в этом посту постараемся избавиться от своей жвачки, от своей зависти. У кого-то это может, там очень серьезная проблема, придется очень сильно побороться. У кого-то может это так вот, где-то какая-то легкая зависть есть бы иногда, будет легче побороться. Но давайте поборемся с ней, потому что грехи, которые совершаем мы в, так сказать, в симбиозе, в союзе со своим телом, это одно. Но у посту главное побороть грехи духа своего, слабость своего духа. да, не смиряя тело, мы не сможем смирить дух, и не смиряя духа, не смирим тело. Но все же дух на первом месте, и только на втором у нас тело. Посему всем вам желаю собраться в конце концов и в великом посту преодолеть свою зависть, выплюнуть свою жвачку. Спасибо, Господи. Яна Лафа и Ни Франция. Спасибо.